Приветствую дорогие друзья! В четвертой части серии роликов по постройке легкого дальнолета я перейду к установке электронных компонентов коптера. Видео снято для тех, кто начинает входить в хобби. Битые волки неба вряд ли найдут для себя что-то новое, но лайкам и губенцам без разницы кто на них давит. Итак, приступим. В качестве полетного контролера и регулятора оборотов я выбрал стек от AirBot. Рассказывать подробно про этот стек я не вижу смысла. Так как это вода, перелитая не раз из стакана в стакан коллегами похода. Регулятор оборотов закрепил на нижнюю пластину. Коннектор для питания смотрит назад. Распаивая старался обрезать все провода по необходимой длине. Для первой пайки по голой меди я всегда использую флюс для пайки. Предварительно я залудил все площадки на регуляторе, а также концы проводов, что облегчает процесс пайки. Провода фаз от каждого мотора к контактам регулятора не имеют жесткой привязки по подключению, так как вращение мотора впоследствии изменяется легко в конфигураторе Боллхилле. Далее поверх барометра я приклеил на клей-момент кусочек поролона средней плотности. Наносить клей надо, конечно, вокруг барометра, избегая попадания на него. Поролон служит своеобразным барьером от прямых потоков воздуха, исходящих от пропеллеров, что поможет более точно удерживать высоту. Подойдет поролон, идущий в упаковках курсовых камер. Устанавливая полетный контроллер на свое место, винты подтягиваются не сильно. Демпферы должны работать, поглощая ненужные вибрации. Далее надо убедиться, что поролон, наклеенный на бородатчик, не касается регулятора оборотов. Касаясь, ухудшает охлаждение выходных ключей. В одном из своих проектов у меня не хватило места под установку пищалки. Нашел выход, закрепив на стойку. На ножки пищалки одел термоусадку и на оба провода. Данный способ вряд ли подойдет для гоночных коптеров, а для доналетов с их редкими крашами вполне юзабельны. Минус пищалки припаиваем к контакту BZ на полетном контроллере. Управление пищалки идет по минусу. Плюсовой провод пищалки припаиваем к контакту 5 вольт DC. Вся периферия такая, как LED-подсветка, GPS, камера и тому подобное подключается к контакту, помеченному как 5 вольт DC. Видеопередатчик я использовал E-Chain TX805. К сожалению, китайцы не смогли отправить запланированный размером 20 на 20. С ним я улетал без отвалов связи на 15 километров. Можно заметить, что минусовой черный провод и желтый провод видеосигнала свиты в витую пару. Помогают от ненужных помех на картинке видео. От контакта видеопередатчика припаиваем провод на контакт выхода видеосигнала полетного контроллера, помеченному как видео-аут. На этом контакте мы имеем миксированный видеосигнал камеры с показаниями телеметрии. Минусовой провод припаиваем к ближайшему минусовому контакту. Зеленый провод Smart Audio подключаю к контакту SA на полетнике. По этому каналу идет управление видеопередатчиком, выбор каналов трансляции и мощности видеосигнала, передаваемого в эфир. Питание для видеопередатчика я беру не со встроенного стабилизатора, а с контакта идущего от батареи. Встроенный стабилизатор напряжения и фильтры питания в видеопередатчике позволяет это делать. Провод видеосигнала и минусовой провод, идущий к курсовой камере, также завиты в витую пару. Провод видео от камеры идет на контактную площадку видео-ин. Питание камеры я беру с самого видеопередатчика. Как ранее сказал, в видеопередатчике имеется стабилизатор со встроенным ОЦ-фильтром от помех по питанию. Минус я беру с соседнего контакта. Далее перехожу к установке мачты с GPS. Провода, идущие к антенне GPS и компасу, проходят внутри трубки и мачты. Модуль антенны GPS имеет встроенный компас. Он подключается по шине I2C. Сама антенна GPS подключается к варту полетного контроллера. Что такое варт, физический протокол передачи данных и шина I2C советую почитать. Для общего понятия хватает википедия. Минус питания антенны GPS и компаса подпаиваю к ближайшему минусовому питаку на полетном контроле. Плюс питания беру с контакта 5 Вольт DC. Как ранее сказал, контакты, помеченные буквами DC, идут со встроенного стабилизатора полетника и берут начало с портовой батареи, никак не нагружая USB при настройке полетного контроллера, подключенного к компьютеру. Вывод ACL шины I2C компаса идет на TX3 полетного контроллера. С помощью прошивки для данного полетника у арт 3 будет шиной I2C. Нарушая небольшую последовательность, что не суть важная, я припаиваю выход TX с модуля GPS на вход у арта RX. Я заметил, что многие путаются поначалу, подключая RX к RX, а TX-TX. Что не есть верно. TX всегда идет к RX, а RX к TX. Так и происходит обмен данных по порту WART. Далее RX от GPS мы подпаиваем к TX6 UART. SDI шины I2C компаса мы вешаем на пятак RX3. Как я ранее сказал, с помощью программных бубнов разработчики UART3 сделали последовательность шины I2C. Припаиваю коннектор питания коптера. Конденсатор в 470 микрофарад я закрепил непосредственно на коннекторе. Пока под изоленту. Если хватит этой емкости, то упакую в термоусадку. Посмотрим после тестов. На данном коптере я буду использовать LRS Crossfire. Приемник Crossfire Nano я также закрепил на стойку, предварительно закатав термоусадку. Влаго бинт приемника можно производить без нажатия разных кнопок на нем. Провода также подрезаем по необходимой длине. Питание приемника идет от контакта плюс 5 вольт. Обратите внимание, что нет букв DC, как ранее, куда мы подключали периферию. Питание на приемник идет непосредственно от USB полетника, что дает возможность настраивать аппаратуру радиоуправления, не подключая бортового аккумулятора. Минус я приправил в ближайшей земле, обозначенной на плате буквами GND. Приемник Crossfire Nano подключается к первому варту. По этому каналу идет управление коптером и передаче телеметрии. Следовательно, TX1 с полетника подключаем к RX приемника. А TX у артоприемника вешаем на RX1 полетного контроллера. Дальше мне остается закрепить антенну. Я распечатал небольшой крепеж. Насколько хватает длины провода, выношу антенну подальше от карбона. Так как, если вы помните, то я поставил видеопередатчик ранее, не запланированный в этот проект. И стоек 25 миллиметров мне не хватило по высоте. Пришлось подложить пластиковые гайки, подняв верхнюю пластину на 2,5 миллиметра. В будущем, конечно, видеопередатчик заменится на более плоский. Подключаю антенну видео, подключаю видеокамеру. Ну, вроде все, можно собирать. Закручиваю винты, смотрим, чтобы компоненты не касались друг друга. Антенну GPS я банально приклеил на циакрин. Конечно, лучше закрепить термоусадкой, но такого размера термоусадки в наличии у меня не оказалось. Подключив GPS, осталось настроить коптер, чем я и займу в следующем видео. Друзья, это то, как я сделал сборку коптера. Возможно, кто-то делает по-другому, а кому-то будет полезен обмен опытом. Примы любые советы и пожелания. Видео не получается выпускать часто, потому как уходит много времени на обдумывание, как сократить до необходимого минимума ролики и не разводить воды по часу, надоедая вам. На этом пока все. В следующем ролике покажу, как настраиваю я коптер с нуля в iNav. Постараюсь охватить все настройки, что я узнал за время занятия этим хобби. Удачи вам и вашим близким. Не забывайте про лайки, дизлайки и с бубенцами.